Всем привет! Давно не было от нас обзоров, особенно на интересные фреймсеты, которые уже тяжело достать в России. И сегодня у нас, как видите, есть такой красивый оранжевый фреймсет Colossi Low Pro. И мы отдельно рассмотрим рамку и отдельно посмотрим по вилочке, какие характеристики. Погнали! Фреймсет выпускается в нескольких цветах. Это у нас зеленый, такой темно-зеленый, оранжевый и бирюзовый, он же так называемый цвет Bianchi или Целест. Рама весит 1650 грамм. Идет она в комплекте с рулевой колонкой на промах и подсидельным зажимом. Давайте теперь посмотрим поближе все швы, которых здесь не видно, они заглажены. Рамка глянцевая, красиво смотрится. Кариточный узел. Тоже все заглажено. Вот такая красота. Дропаут у нас также не имеет следов сварки. Все прям зачищено, заглажено, отлично. Вот только здесь мы можем увидеть шовчики. Кстати, сделаны аккуратно и видно, что и пропилы, и все остальное, и бирочки просверзаны прям очень аккуратно, в отличие от более дешевых рам, где прям видно, что там и стружки остаются, и все остальное. Здесь же все очень аккуратненько. Все красиво. Дропауты. Дропауты у нас идут с такими же стальными вставками. И видим, что идет прям загиб вниз. Такая прям тоненькая часть здесь. Интересно. Также здесь с другой стороны. Рамка изготовлена из 6000-й серии. Каретка 68-я идет сюда. Что еще интересного про эту рамку? Это идет ростовка 54-я. Есть и другие ростовки, но это, скажем так, самый популярный вариант, который рассчитан на рост. 173-183. Вот. Но если 185 хочется, то можно отрегулировать выносом и сидением. Как этот велосипед выглядит в сборе, покажем в конце видео. Несколько вариаций, как его собирают. Вот. И если вам интересно, можем тоже собрать. А теперь поговорим про вилочку. Вилка идет чисто карбоновая. Как и сами дропауты, так и шток. Никаких вставок нет алюминиевых. То есть она чисто карбоновая. Шток, кстати, очень длинный. Сантиметров, мне кажется, 30. Даже больше. Вот. Нет никаких тут, скажем, в короне. Дорогого основания. Сделана она, кстати, так прям массивно. Несмотря на то, что она такая прям сама по себе такая жирненькая. Дропауты идут тоже толстенькие. Кстати, не рекомендуем такие дропауты перетягивать, потому что они могут легко лопнуть. Вот. Несмотря на ее всю такую составляющую, вилочка весит 385 грамм. Ну, соответственно, что когда обрежется, обрежется он здесь достаточно сильно, будет еще меньше. Если, кстати, сравнить с обычными вилками, например, от Цунами или от Винтона, вот они прям очень похожи на ту вилочку, которая слева, которая не выдержала сильного удара. Видно, что она широкая прям, имеет прям широкий такой зазор под покрышку. Ну, вот если вот в эту подмечается покрышка 26-я, то здесь можно и побольше вместить хоть 28-ю. Но все-таки это велосипед трековый, который предназначен не для каких-то бездорожек, где надо ставить покрышку 28-35, да? А все-таки это такая трековая рама, которая чисто заточена под скорость. Поэтому интересно даже, как будет смотреться. Ну, мы сейчас в обзоре фотографии покажем. Ну, и самое, конечно, интересное, что выделяется в этом фреймсете, это то, что нижняя труба такая прям жирненькая. Жирненькая, именно широкая, и по ширине она выходит практически 8 сантиметров. Ну, это, мне кажется, такая фишка рамы, которая и придает только уникальность и индивидуальность. Вот, а если вы захотите вдруг собрать на данной раме велосипед у нас, то заказывайте, обращайтесь, звоните. Мы на все вопросы с радостью ответим. И эту раму мы планируем собрать на интересных 80-х ободах, которые к нам едут, тестовые модельки. Вот, соберем, посмотрим. Если, конечно, помоя, то раньше не отхватит, но у нас еще есть. Всем спасибо за просмотр.